ребята сегодня у нас на обзоре необычный экземпляр который мне удалось урвать у знакомого этот колен не по тяге достаточно серьезно понравился но у нас на канале он не из-за этого хочу представить кстати те кто подписан на наш телеграм чатик который есть в описании уже видели этот кальян и знают о чем сейчас будет речь представляю вам кальян геометрия хука который ровно год назад был на канале ну ахули мули это кальян который был на обзоре у саши гупала именно тот самый кальян как он попал ко мне в руки спросите вы какими же чудесными образами данная модель с этим великолепным логотипом попала ко мне в руки а попала она следующим образом перед тем как вебала пандемия карантин в краснодарском крае и так далее но хули стор делал распродажу саша решил распродать все кальяны которые у него когда-либо приходили на обзор но по каким-то причинам не использовались некоторые кальяны со своего заведения и собственно говоря вот эта самая геометрия была в числе этих кальянов которые продавались причем продавались за достаточно недорого по мы за 7000 рублей он еще был на хрустальной колбы которая мне к сожалению не досталось потому что денис василич сказал у тебя не колба но точнее как мы просто мне она не нужна потому что она там с небольшим дефектом так что зря на дениса наговариваю прости денис прости прости все денис себе хотел другой кальян который у меня был и я ему предложил прикольный обмен потому что тот кальян мне не очень зашел и вот собственно говоря я забрал себе эту геометрию узнал то что типа можно поменять вот эту вот накладочку все классно все супер все здорово и решил то что сниму обзор вот так почему нет ну а хули собственно говоря чтоб не снять блять не слишком много отсылок и решил вам показать что же собственно говоря произошло с кальяном за тот год который прошел спустя после обзора сашину ахули смотрите блюдца сходу косички темнеет от угля у меня пока еще проблем таких не было потому что вероятнее всего я долго уголь на блюдце не держу поэтому ну типа блять у меня таких проблем нету еще одна тема замеченная на накладке вот здесь чутка от колупалась краска я не знаю вам наверное отдельно сфоткаю пришлю потому что на камере приближать там сейчас все не особо в фокусе внутри все идеально кальян как будто бы вот вчера просто сняли с конвейер опустили его и сказали курить и радуетесь то есть типа блять не знаю с ним все абсолютно отлично даже порт который на ринге кстати достался мне без мундштука ну что как я помню там самый простенький коннектор на ринге прекрасно себя чувствует живет с ним все хорошо то есть кальян из нержавейки очень дорого стоящих он 12000 рублей выжил в условиях того в каких условиях он пребывал я так понимаю что судя по всему его курили исключительно где-то наверное в офисе в заведении он не стоял соседи любят делать ремонт когда я снимаю на я надеюсь то что вам эти звуки не помешают ребят просто я не могу сейчас прервать обзор блять подождать час пока там кто-то досверлить блять так вот с коленом все замечательно на самом деле замечательно блюса потемневшие меня лично не напрягает если бы она была покрашена и краска бы облупилась и она бы смотрелась как облезшие здесь бы да у меня бы появились вопросы но это металл от нагрева от постоянного он может вот так вот потемнеть поменять вот эту штучку накладку через производителя стоит от двух до пяти тысяч рублей кстати производитель в инстаграме та которая вот инстаграма которая есть моя кстати тоже в описании достаточно быстро мне ответили скинули говорят да чувак вот вот столько то это будет стоить я такой блять думаю но в принципе можно как бы снять обзор при мне вот эта накладка особо не нужна не интересно зеленый цвет мне не особо нравится просто типа кальян был урват по приколу чтобы показать что этот блять кальян был на хули в блоге теперь он еще и появился у меня круто спустя год возможно я даже не буду менять накладку перепродам его где-то как-то он дойдет через еще какие-то руки возможно на следующий год он попадет какому-нибудь другому блогеру хуй его знает все возможно хотя мне кажется через год уже модель не особо будет актуальна к покупке хотя кальян на самом деле хороший кальян мне очень нравится полностью устраивает и я наверное бы даже вот я не знаю я хочу себе его оставить мне вот интересно просто сколько у ребят будет стоить полностью из нержавейки вот это шахта верхняя не погружная часть именно верхняя шахта сколько она будет стоить полностью из нержавейки чтобы он имел монолитный цельный вид мне так бы очень нравилось но либо же спросить не сколько такая же тема с логотипа моего канала вы стоило переходя к его тяге 13 миллиметров внутренний диаметр шахты круто круто около классическая тяга но у меня сейчас накручен диффузор и вот я могу по этому поводу вам сказать могу сказать что нужно проверить шизу шива проверено могу вам сказать по этому поводу что тяга здесь достаточно плотная непонятно конкретно за счет чего она достигается потому что 13 миллиметров это так себе классическая тяга но здесь она приятная продувка кстати вот тут подверг эта часть тоже выкручивается ее можно мыть только вытаскивайте шарики перед тем как помыть потому что проебете поверьте мне я не проебывал здесь у меня сейчас накручен диффузор и что самое удивительное в случае с этим кальяном диффузор абсолютно никак не влияет на тягу то есть она остается классической просто кальян становится бесшумным это вот как раз таки для тех кто хочет попалить сериальчик вечером посмотреть кино или хочет посидеть за столом пообщаться так чтобы этого не было слышно здесь остается классика при этом кальян становится тише за счет чего они добились этого понятия не имею не вникать как бы особо то и не хочется вывод нержавейка здесь хорошего качества накладки из дерева ну прожить год и поиметь только один небольшой скол но типа это мое ура потому что ну блин это реально хорошего качества накладка год чуть не забыл про самый главный минус который меня в нем не то чтобы не устраивает но он меня подбешивает когда накручен диффузор при классической обычный со скрученным диффузором я этого не заметил я когда затягиваю у меня такое ощущение как будто бы вот здесь где-то в шланге есть вода хотя ее там нет видимо это зато то что дырочки очень мелкие они достаточно сильно разбивают поток и происходит такое очень сейчас такая тупая фраза будет мелкодисперсная бульканье вот типа я не знаю как это объяснить но типа из-за того то что эти отверстия очень маленькие вот получается такие бульки как будто бы это вода в шланге и это подбешивает в остальном кальян геометрия класс при учете если это не ржавейка кальян от собственно говоря канала ну а хули который был куплен за деньги выменен на другой кальян через боль и страдания но тем не менее он работает и он жив до сих пор спустя год он в рабочем нормальном состоянии он у меня дома и я курю на нем потому что он мне нравится компания геометрия респект за такую модель это биг бро если там какие-то вариантики есть делать не накладочку только вот в остальном могу рекомендовать покупки дорого да дорого 12 чем-то тысяч стоит модель с основанием из нержавейки биг бро дальше как бы там накладки вариации только ваша фантазия ребят так что вот как то так на этом все подсказки тут тут после меня еще вот и даже сейчас наверное уже повылезала дальше мемас но и как всегда по нашей старой доброй сложившейся мы с тобой увидимся в следующем видосе шиза шиза ну как раз прям вовремя закончил и и и и и и и